Плоские и обычные на вид картины. Но под объективом фотокамеры эти четырехметровые полотна будто оживают. Картина расширяется в пространстве и человек становится непосредственным участником сюжета. Художественные ходы практически не видны для глаза обычного посетителя. Марина Денисова определяет сразу. Когда я вижу сюжет, мне вот прям его хочется нарисовать. Есть готовое полотно. Я начинаю творить и оно само получается. Я уже вижу, как оно в 3D будет, как нужно растянуть перспективу, где под каким углом это будет смотреться, с какой точки это выстроится. Последние работы Марина написала под впечатлением от снятой Тимом Бёртоном «Алисы в стране чудес» в коллекции «12 полотен». Из них две, как уверяет художник, написала совершенно случайно, без какой-либо заранее подготовленной концепции пару лет назад. Но они как раз прекрасно вписались в экспозицию. Вообще классно. Я не ожидала, что я здесь увижу. Мне просто сказали 3D-выставка. Ну что может быть на 3D-выставке? Но погрузившись в эту страну «Алисы» — это что-то невероятное. С учетом того, что это одна из самых любимых книжек в детстве, конечно, для меня это детские впечатления в первую очередь. Всего в коллекции художника около 40 объемных работ. Все они обычно хранятся на складе. Перед каждой презентацией проходят серьезную реставрацию. Это уже третья масштабная выставка. Плюс экспозиция побывала в Уссурийске. «Сейчас с нами связался город Благовещенск, город Артем. Артем частично попросили картины выставить Маринины в свою галерею. Благовещенск тоже частично. Потом на Петропавловск-Камчатске попросил два полотна вот с этой коллекции. Поэтому, конечно, люди проявляют интерес». Также художник пишет маленькие полотна и даже увлекается аэрографией на машинах. На счету 80 сюжетов, 7 из которых признали лучшими на уровне страны и разъехались по другим регионам. Ну а полюбоваться 3D-картинами во Владивостоке можно до середины сентября в Олимпийце. Дарья Орлова, Денис Русаков, Панорама.